приветствую всех на канале сегодня у нас разборка большая разборка у нас плазменный телевизор дело дошло уже до плазменных телевизоров дело в том что этот плазменный телевизор hitachi так справа внизу показана дата выпуска это 2005 год октябрь месяц тогда это был очень крутой телевизор по скажем и по-моему я купил за 2000 долларов это огромные деньги были вот и сейчас уже через 15 лет этот телевизор полностью сдох то есть уже цвета вы уже показывает такие паблик ли цвета так что пользоваться им уже невозможно морально физически устарел но послужил конечно теперь время разборки продать его не продаж потому что он такой тяжелый и как бы нахуй никому не нужен сейчас вот поэтому я решил что сделать его разобрать и посмотреть какие запчасти можно ради детали для ради любителя извлечь но видно что очень много почему потому что я смотрю вот через отверстие и одни крупные ради детали чем крупнее ради деталь тем она ценнее я ради любите мелочь я вообще не собираю вот это как пыль хорошо давайте разбирать разбирается он легко вот здесь у нас винтики все открутим настоящее сокровище я забыл сказать что телевизор сделан японии то есть это один из последних технических чудес японской промышленности потом все переехала голимый китай и на этом все он стало умирать то есть имеется ввиду качество вот такой электроники посмотри какие детали были посмотрите сколько гандисатора сколько всего тут несколько слоев вот с какие разъемы все это все это офигенный денег сейчас стоит если покупать на алиэкспрессе давайте как бы раскапывать все это ощущаем себя пиратами которые нашли кучу сокровищ вы смотрите тут акустика есть какая не динамики тут мощные достаточно вот 2 2 динамика один стерео вот блок питания тут мощный в общем куча залежи деталей ну что ж в результате у нас много чего получилось во первых самое удивительное это почти практически готовые колонки значит звуковые вот здесь динамик низкочастотной и к нему колонка такая длинная и здесь у нас есть как бы труба выходная то есть практически готовая колонка их две то есть две штуки эти правые левые но извиняюсь в кадр не помещается так слишком длинная вот и самое любопытное что кроме низкочастотных басовых есть высокочастотной колонки смотрите сколько динамиков до пищалки вот среднечастотные и вот пищалка тут есть одна вот высокочастотная и здесь тоже 2 левая правая такие две штуки это практически готовые колонки то есть я думаю можно под столом прикрепить допустим современный телевизор обладает плохим звучанием почему потому что маленькие тонкие туда ничего не влезет нормально вот но можно под столом на котором стоят стоит телевизор сделать этот прикрепить практически вот уже крепление имеется то есть мы прикрепляем его снизу и получается у нас замечательные колонки смотрите какой огромный блок питания мой телевизор он работал до последнего то есть он просто выцел все работоспособны значит этот блок питания он полностью работоспособен тут у нас кучи радиаторов мощных алюминиевых да и вот еще и на них навешано если посмотреть кучу мосфетов транзисторов микросхемы и возможно то да и микросхемы и диодный мост вот мощнейший тут стоит с этой стороны на реле защитные резисторы катушки смотрите какие трансформаторы очень мощные такие вот конденсаторы смотрите какие банки тут конденсаторные все отлично даже разбирать как бы жалко может как-то смогу где-то использовать далее пара плат очень похожи друг на друга но не идентичные то есть есть разница между ними это я заметил значит здесь у нас что имеется мощные опять терморадиаторы опять они в алиэкспрессе очень дорого стоит и что радостно очень много вот силовых элементов тут и диоды я вижу и двойной диод и мосфеты разные и транзисторы огромные все это на одном радиаторе на другом радиаторе их куча тут вот они все дорогие и самое главное это же японская сборка и из японии они все оригинальные без подделок без всякого этого тем более столько лет проработал без проблем резисторы мощные керамические они керамические цементные они тоже дорогие дорогущие конденсаторы электролитические с ними ничего не стало японское качество я их проверял такие никаких проблем нету да вот значит резисторов много конденсаторов много электролитических то есть деталей тут хватает и вторая плата такая же тоже обилие радиаторы очень мощные они дорогие очень много силовых транзисторы так двойные диоды диоды так даже ну в общем надо разбираться разбирать все еще вот здесь видите сколько их здесь так без радиаторов напаяна тут кучи уча ну как бы вот старая техника чем хорошо раньше не халтурили сейчас халтурят и ценного ничего не находите современных как бы схемах такого обилие ну как бы вот смотрите тут стабы стоят но такого били никак не найти тот радио модуль но по опыту там ничего такого ценного нету для нас вот много очень электролитических конденсаторов такие не дешево стоят выводы но вот стабы тут есть всякие чипы можно выпаять вот и для усилителя пойду тут тюльпановый супер тут разъем супер видео тоже может пойти в принципе нормально и это плата тут кристалл неплохо 16200 так что смотрю на радио на разборку пойдет несколько длиннющих плат но мало тут что есть разъемы только я возьму отсюда тут немножко конденсаторы немножко резисторов так по мелочи есть похоже на блок питания тут у нас какие-то не видно какие то ли это микросхемы стоят потому что ножек много это микросхемы стоят так ну может это инвертор для внутренней схемы какой-то промежуточной ну так детали неплохие тут вот мелкие платы и тут два конденсатора x2 предохраните разъемы то быстро я сниму так что еще вот такая плата но это smd уже тут мало чего можно извлечь чипы наверное чисто телевизионные они как бы мало ценны для меня вот кристаллы конденсаторы но снимем что сможем так вот это уже готовы как бы разъем для усилителя да тут можно каналом присоединить если джек тут качестве высококачественной ну посмотрим так и здесь у нас типа усилителя может это усилитель низкой частоты очень похоже на него какой-то какая-то микросхема там под ним лежит вот тоже посмотрим так это smd опять все напаяны такое особо так тут нечем раздобыть особо так это у нас корпус сам по себе ценный такой корпус нужен это для разных схем допустим высокочастотной там нужен металлический корпус такой пойдет внутри у нас smd схема вот это наверно высокочастотная какая-то схема вот тоже можно разобрать посмотреть так тоже есть это по мелочам пошли мелкие платки вот такие это инфракрасный датчик видать качественно тут наверное это индикаторы какие-то похоже там светодиоды внутри наверно так вот еще что у нас есть тут мы пошли шлейфов очень много я не всех не стал тут показывать такие есть шлейфы разъем очень хороший и мощные разъемы не они нравятся разъем для самоделок я люблю на разъемах все делать потому что ну чтоб потом не париться сделал на разъем спаял впаивать провод это потом себе как будто тяжело и переделывать и ремонтировать и все прочее поэтому все на разъем телевизор полностью собран на разъемах никаких таких колхозных вариантов паек вот как на других телевизорах встречается потом попробуй разбери да это очень качественный выключатель так тоже я все собираю 128 апер на двести пятьдесят вольт такие вещи стоит дорого всегда вот их найти еще трудно потому что всякая китайщина идет она вообще никакой ток не выдерживает и на высоких токах токах это не получается так но в принципе а еще вот что такая штука это у нас фильтр все запаяно смотрите как здорово сделано да все запаяно всю году его разбирать нельзя почему тоже схема здесь вся есть тут и вот фильтрую конденсаторы фильтрующие на входе на выходе и трансформатор фильтрующие да то есть полностью обеспечить ну как бы фильтрацию напряжения и уже готовые для работы очень тяжелый увесистый высококачественный естественно такое не разбираем сразу используем то есть здесь 220 думаю на усилитель либо на лабораторный блок питания мы очень довольны разборкой телевизора да вот в принципе очень много детали я удивился что в плазминках так много деталей вот спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет ночью интересного пока